И тадам! Мы не изменяем традициям, среда 19.30 и снова темная студия и приглашенные его обитатели, которые сегодня с головой окунутся в дебри одной удивительной вещи. Не так давно, наверное, с прошлого года мы все начали очень часто слышать выражение проектное управление. И при этом мало кто, я более чем уверен, что процентов 95 населения республики не знает, с чем едят вот это самое проектное управление, в чем его плюсы и минусы, и вообще как к нему стоит относиться и как себя вести, если вдруг оказались под проектным управлением. Шутка, конечно. Это к грядущему 1 апреля. Вы смотрите программу «Один из нас» и мы начинаем. И да, доброго вечера всем. Тему, которую мы... Я не знаю, кстати, да, почему накануне, скажем, большого ответственного мероприятия «Весна на НВК» нам, наверное, тоже пригодились бы фишки проектного управления, да, управление таким большим проектом, который мы проводим впервые за много-много лет. И, тем не менее, прознав о том, что проектное управление, ну, уже проходя, скажем так, стадию внедрения органов государственных структур, уже начинает внедряться на муниципальном уровне. Не внедряться, по крайней мере, люди, вот как сказали до эфира, начинают уже проходить основу проектного управления, вникают и ожидают от него чего-то. Давайте начнем вообще, что такое проектное управление, вот с чем его едят? Ну, я не теоретик, наверное, да? Начнет первый. Я начну, да? Да, давайте. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые коллеги, зрители. Меня зовут Евгений Григорьев, я работаю в Высшей школе инновационного менеджмента, директором по внедрению проектного управления. Сейчас у нас идет плановое обучение государственных гражданских служащих и начинаем охват муниципальных служащих. Проектное управление – это логическое, верное и единственно правильное решение в условиях, когда есть большие изменения и развитие. Это структурированный подход к эффективному развитию. То есть, когда мы говорим о проектном управлении, мы должны ставить знак «равно» – эффективность. Это аксиома, да? Это аксиома, да. Эффективность для обывателя, для человека, который не связан с ним, будет связана с тем, что бюджетные средства, ваши налоги будут расходоваться рациональным образом, поставленные цели будут достигаться быстрее и дешевле. Не бы добавил, да. Да, конечно. Еще раз, тут нет ограничений, то есть можно перебивать, склиниваться, как угодно, если считать. Да, на самом деле, тоже представлюсь, Роман Солодухин, я как раз руководил республики самим процессом внедрения проектного управления. И вообще, само внедрение проектного управления для нас… Ага, от кого зависит вот это внедрение, вот это выражение, да? Именно так, да. Хорошо. И для нас внедрение проектного управления, лично для меня, это тоже проект. Мы тоже его внедряем. Это тоже проект. И я бы, наверное, упростил еще больше подход. Давайте вот просто, ну, если можно, сравним это со спортом. Ну, к примеру, есть легкая атлетика, есть бегун. Его задача – прийти к определенному сроку, к своей цели. Бежит государственный служащий. У него есть определенная цель, есть конкретный срок, когда он должен к ней прийти. И у него есть багаж за спиной. Этот багаж – это, скажем так, какой-то груз ответственности его перед обществом. Сколько он должен, насколько качественно он должен сработать. И вот с этим грузом он бежит. Сколько груза он донесет к нужному времени? К тому времени, когда люди ждут. За какой срок он это сделает? Как быстро он придет к своей цели? Можно, конечно, бежать, да, то есть быть в отличной форме. Но, тем не менее, есть уже не нами давно придуманный велосипед. Можно его взять, использовать, да, то есть и быстрее намного двигаться к этой цели, больше взять на себя груза и намного быстрее приехать. Но есть, конечно, определенные опасения, что когда мы на этот велосипед садимся, придется действительно кладить педали. Возможно, даже в начале кто-то будет терять равновесие. И с этим равновесием придется справляться. Эти риски надо будет преодолевать. Но я убежден, что рано или поздно мы к этой цели придем. И проектное управление – это просто новая форма управления государственными служащими, чтобы они были наиболее эффективными. Чтобы цели, которые ставятся в государственной политике, в государственных программах, они достигались не на 70% процентов, а на все 100%. Стоп. Это значит, в определенной степени, система управления чиновниками, да? Это система, которая дает чиновникам механизмы быть более эффективными. Люди начинают… Действительно, она направлена в основном на развитие самих государственных служащих. Их эффективность в конечном итоге и приведет к тому, что мы позволим не только добиваться всех целей государственных программ и стратегии. Если мы их будем добиваться, значит, соответственно, мы улучшим качество жизни наших граждан. Кто это сказал, что чиновники любого уровня при внедрении проектного управления… Ну, кто это сказал? Где, скажем так, доказательство? Кроме того, что Евгений сказал, что это равно эффективность. Кроме того, что это аксиома, где доказательство? Давайте попробуем привести какие-то логические, выжевываемые, доступные и так далее доказательства. Давайте. Ну, скажем так, я тоже могу продолжить так же. Один из таких авторитетных, наверное, органов, который это сказал, это Всемирный банк. Который изучил довольно большое количество разных проектов, которые реализуют как коммерческие структуры, так и органы власти во всем мире. И он определил ряд определенных проблем. Одна из самых больших проблем – это нечеткое развлечение ответственности, нечеткие поставленные цели, неграмота, спланированная работа. И Всемирный банк, изучив 157 проектов, которые он финансировал, он пришел к выводу, что это нужно. И еще в 70-х годах в Америке, в западных странах применялись эти методы. В Российской Федерации, еще будучи в Советском Союзе, применялись похожие же методы. И были признаны эффективными, в частности, плановой экономикой, частью ее, в всяком случае. И один из, в нашей стране, в последнее время, в современном уже мире, проектные подходы, одни из первых, идеолог, который начал внедрять у нас в России, это Белогородская область, а их подхватила Академия народного хозяйства России. И после того, как были изучены эти механизмы, было предложено внедрять эти подходы в стране. И Министерство экономического взрыва Российской Федерации разработало методики о том, как это надо делать. А на специальном президиуме Государственного Совета при президенте России, который возглавляет Дмитрий Андреевич Медведев, было решено это проектное управление внедрять. И пунктом четвертого протокола этого заседания регионам, субъектам Российской Федерации, рекомендовано применить эти механизмы. Министерство экономики помогает регионам, уже разработали определенную методологию. Эта инициатива была подхвачена активно многими лидерами в регионах. Белогородская область, в частности, с 2010 года уже внедряет проектное управление и является лидером по инвестклимату. Там все пронизано проектами. Хорошо. Есть опыт Белогородской области, который показывает, что эффективно. И не только их. Давайте примеры, живые примеры тех регионов, которые уже внедрили и при этом получили максимальный профит. Потому что, еще раз говорю, для обывателя проект это кипа бумаг строительного плана, к примеру, или чего-то там, не знаю, технического плана. Причем тут управление? Я, допустим, личным понятием не склинился. Когда внедряется новый механизм управления, к примеру, Белогородская область, им удалось намного больше, то есть за те деньги, которые есть, намного больше проводить, значит, реализовывать инвестпроектов. Либо, наоборот, какой-то инвестпроект при внедрении проектного подхода может сэкономить ресурсы и деньги. За счет этого мы еще больше, мы в освобожающие ресурсы вкладываем во что-то другое. И возникает четкая система контроля уже на операционном уровне. Не на верхах, а вот именно командные взаимодействия на исполнительском уровне вырастают, на линейном уровне вырастают очень серьезно. И Белогородская область смогла только в первые два года внедрения проектного управления увеличить свой валовый региональный продукт на 3 миллиарда рублей. Для них это очень хороший показатель. Мы тоже рассчитываем, что сможем серьезно усилить именно экономику республики. Какими цифрами может оперировать конкретно для Якутии? Нет, пока рано об этом говорить. Пока рано об этом? Да, пока рано. Четко, как бы сейчас, пока посчитать мы не можем это. Потому что на сегодняшний день идет проект только внедрения. Есть научно-исследовательская работа нашего республиканского центра статистических исследований республики. Они провели соответствующее исследование и пришли к выводу, что да, это нужно, очень нам нужно. И что выработали определенные механизмы внедрения. Это наш центр. Посчитать именно экономический эффект. То есть мы можем после того, когда оценим, какова сейчас у нас ситуация до внедрения проектного управления. То есть эта работа пока только ведется. И потом после внедрения проектного управления, когда у нас будет, скажем так, постпроектный мониторинг, скажем так, середина 2018 года, тогда мы поймем уже первые эффекты. Сейчас пока говорить об этом рано. Белогородская область это тоже поняла не сейчас. Они поняли это уже только потом, постфактум. Когда уже начали работать и увидели, сколько эти новые механизмы помогли им реализовать проектов новых. Сколько времени высвободилось, денег сколько высвободилось. Сколько новых направлений они для себя смогли открыть. И сколько... И эти же деньги, это все социалка. Это какие-то еще направления, куда высвободшие ресурсы можно направить. Это очень хорошая вещь. Я вижу, что вы очень хорошо разбираетесь в экономике Белогородской области. К слову. Насколько процентов Белогородской области и сельскохозяйственного региона, насколько промышленные? Я пока не готов ответить. Я на самом деле не настолько хорошо разбираюсь в экономике Белогородской области. Еще раз говорю, у нас месяц апрель впереди, так что я могу допускать какие-то вещи. Я так полагаю, что Белогородское сельское хозяйство, молоко и так далее, это уже показатель того, что более ориентировано на сельхозпродукцию. Вот у нас представители Минсельхоза, я впервые вижу, кстати, чуть ли не можно сказать, они существуют. Насколько у нас в сельском хозяйстве могут возникнуть якоря такого ментального плана, внедрения проектного управления. То есть мы говорим, что люди северные, они там замерзшие, долго думают и так далее. При этом проектное управление, насколько я понял, требует более динамичной реакции на складывающуюся ситуацию. Насколько, еще раз говорю, могут возникнуть якоря, тормоза и так далее ментального плана? Именно в сельском хозяйстве. Именно в сельском хозяйстве. За все сельское хозяйство не могу сказать, но вот мы по линии проектного управления внедряем несколько проектов. Они направлены, первый проект это у нас дикоросы, то есть это ягоды наши, там грибы. Второй проект это молочная промышленность и третий проект это мясная промышленность, ну там проекты... Переработки. Переработки, да. Потом соляная промышленность, это производство пищевой соли. То есть мы под проектное управление хотели внедрить то, чего у нас не так в республике много, не так развивается стабильно. Это у нас мяса мало, что ли, в республике? У нас мясо есть в республике, да. Но потребление его в основном, ну в таком виде, да? Не переработано. У нас все-таки дорогое мясо, согласитесь, чем в других регионах. То есть у них они более откормленные, да, там быстро набирают вес и так далее. У нас все-таки отражаются погодные условия, да, вот если вы слышали то, что завоз там в Арктику, да, бывает сбоем. Вот, поэтому, ну как бы мясо есть, но оно по цене не может конкурировать. То есть, допустим, индивидуальному предпринимателю проще купить, где-то, да, привезти, переработать и продать. Ну, допустим, колбасу. Сейчас мы проводим политику, как бы, чтобы поддержать наших местных, то есть, ну, население, да, население, чтобы у них был доход, да. Мы, ну, внедряем субсидирование от мяса. И все это у нас идет в рамках проектного управления. Ну, вот, например, по дикоросам, если, да, вот, в рамках проектного управления, получается, мы, когда нам сказали вообще, что это, да, мы решили внедрить, то есть, у нас же нету своей, там, варенья своего, да, там, местного. Как нету? Ну, есть, но не в таких количествах, есть, таких больше привозного, да. Хотя у нас очень большие объемы запасов дикоростущих ягод. У нас около двух миллионов тонн брусники, то есть, мы можем, то есть, по республике произрастает, да, и мы можем заготавливать. Мы можем создать рабочие места на селе, да, вот, сезонные. Сборщик ягод, да? Да, сборщик ягод. Не, реально, почему нет, да. Потому что, я не назову регион, то есть, есть такой регион, который открыл на базе автомобильного завода, вот, переработку дикоросов, и очень успешно работает. То есть, они даже на экспорт вышли, и, то есть, мы тоже, у нас есть запас, у нас большая территория, мы тоже так можем. И вот в рамках проектного управления, оно подразумевает расписать все действия прямо досконально, кто за что отвечает. Мы вот забиваем этот проект в информационную систему управления проектами, то есть, мы видим каждую ответственность, мы видим результат от реализации проекта. То есть, это, мы, у нас сложно, знаете, в чем возникает? То есть, проектное управление, оно подразумевает, как более управление какими-то отдельными, может, инвестпроектами, да. А мы пытаемся под это подставить всю отрасль. То есть, отрасль дикоросов, молочная, да, там, местная, и нужно как-то брать это... То есть, от мест произрастания до конечного продукта. Да, да. Так получается. Вот на прошлой передаче, не дам соврать, приходили ко мне переработчики, да, ну, те, которые вот дикоросов как раз, вот, кинтам и так далее, да. И они жаловались, что, ну, могут обработать энное количество, допустим, сыре, и при этом из-за отсутствия, скажем так, пунктов приема и тарифов каких-то, и так далее, и так далее, они энное количество просто вынуждены пропускать мимо КАС. Вот как к этому относится проектное управление? Ну, проектное управление, мы сейчас видим огрехи, да, то есть, те недочеты, которые есть, вот, допустим, вот мы знаем очень хорошо ягоды Якутии, да, кстати, вот дикоросы, мы совместно с ними, да, прорабатываем проект, и у них основная проблема в том, что, во-первых, необходимы средства на закуп дикоросов, то есть, вот, собрали в один сезон очень много, да, а деньги же нужно здесь и сейчас заплатить людям, мы же не можем платить им год, соответственно, им нужны большие средства. Потом это нужно где-то хранить, если, допустим, у нас не во всех районах, ну, то есть, транспортная доступность, да, которая, вот, позволяет забрать, подавезти, потом транспортные тарифы, это тоже все дорого отражается на себестоимости, поэтому заготовительные пункты у нас, ну, пока месть, да, вот, если, то есть, нет такого здания, как мы представляем, вот он, заготовительный пункт, сюда пришел, каждый сдал, получил деньги. Пока вот ягоды Якутии, саха-консервпродукты, они тоже, да, занимаются, они, то есть, с датчиком, они предоставляют там ведра, вот эти собочки, холодильники даже, чтобы те заготовили, хранили, и они уже по транспортной доступности, когда будет, да, возможность, приезжают, забирают и потом перерабатывают. Ну, Минсельхоз, можно сказать, отчитался. О своей госпрограмме. Да, зачет принят, скажем так, ну, по крайней мере, мне стало понятно, да, то есть, по тем направлениям, которые, вот, молочная переработка, вернее, молочная продукция, мясная продукция, дикороса и, четвертый, вы сказали? Соль. Кемпиндяйская соль, да? Кемпиндяйская, да. Кемпиндяйская соль. Кемпиндяйская берется, то есть, от, скажем, мест заготовки до конечного продукта. В принципе, нормально, нормально, если у меня в магазине шаговой доступности будет, можно будет купить и соль кемпиндяйскую, да, и варенье из брусники, а то, выгляди, из голубики, да, не дома у тети Клаши, скажем так, произведена фабричная, там, с выдерживанием всех необходимых, там, сампинов, я не знаю, чего, да. Это шикарно, шикарно, на самом деле, когда можно купить ее еще по доступной для потребителей цене. Но я и говорю, вот министерство вообще рулит. Дальше переходим. Все-таки, вот, Роман и коллега ваш, да, вы целый департамент представляете, который отвечает за внедрение проектного управления в систему наших органов власти. Как, как вообще, ваше впечатление, как происходит процесс? Болезненно ли, легко ли пациент поддается? Конечно, на текущий момент мы ожидали, что будет, когда всегда внедряется что-то новое, мы ожидаем, что всегда возникает какое-то сопротивление. Потому что нелегко, как бы, взять и запрыгнуть на велосипед и сразу поехать, не теряя равновесие. Если мы в форме, если мы бежим к своей цели и достигаем цели государственной программы так, ну, где-то, может, не достигаем, да. Зачем, как бы, нам этот велик сейчас надо ездить учиться, да, то есть, и люди боятся упасть. Когда есть мотоцикл? Ну, если даже, нет, допустим, даже нет мотоцикла. Просто все уже привыкли, все форму набрали, уже знаем, что такое программная экономика. Все планируем, стратегические цели, планируем цели государственных программ. Но вот начинается, как бы, вопрос, как мы будем реализовать сами мероприятия в этих государственных программах. Насколько они отражают те цели, да, ради которых, как бы, они были придуманы. Насколько эффективно они реализуются. Потому что любое мероприятие, это же командная работа, на самом деле. Как это все делается, когда мероприятие какое-то в госпрограмме требует межведомственного взаимодействия? Создаются рабочие группы. В этих рабочих группах назначают руководителя, министра, там, зампреда. И теряется некая операционная внизу на земле люди, которые работают. Они между собой работают, в принципе, в официальном русле. И там, когда каждый член в рабочей группе автономен, команды нет. И проектное управление, оно делает три вещи. Первое, как бы, что оно делает, оно сносит вот эти вот официальные барьеры. Если так упростить, создается некое временное предприятие, в него садится некий временный генеральный директор, ему в подчинение отдаются временные сотрудники с министерства и ведомства. И это не министру отдаются люди, не зампреду правительства, а это конкретному человеку, который отвечает за это конкретное мероприятие, за этот проект. И нет размывания ответственности. То есть это обязательно, это тоже сносится. Когда каждое министерство отвечает там за что-то, за что-то, это тоже выбирается. Если есть проект дикоросы Якутии, и этот проект реализует Татьяна, к примеру, да, как руководитель проекта, то у нее возникают какие-то сложности, допустим, по взаимодействию с другими министерствами и ведомствами. Вот этот вопрос как раз-таки мы и сносим. Мы отдаем ей в подчинение людей. Давайте мы сразу после рекламной памяти, которая неизбежна как гибель мирового капитализма и пришествие плановой экономики, и сразу после нее перейдем обратно к нашим вопросам проектного управления. Реклама. И мы продолжаем, мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас в моем лице решил сегодня разобраться в вопросах проектного управления. Ну, по крайней мере, чтобы не слыть полным профаном потом на последующих передачах. Вот Евгений очень хорошо проиллюстрировал перерывы. Давайте мы вытащим телефон и проиллюстрируем, что это такое. Ну, вообще давайте, потому что я обращаюсь в первую очередь к зрителям, то, что сейчас, наверное, вопрос стоит, что такое проектное управление. Трудно будет объяснить вам проектное управление в этих стенах сейчас, да, это будет времени. Ну, давайте разберемся в том, что у любой компании есть внутренняя среда. Она связана с операционной деятельностью, то, что мы делаем каждый день с рутиной, и с каким-то развитием, которое необходимо. Развитие могу показать на этом примере, да, это последняя модель айфона, через полгода она будет уже старой. Это правда жизни, да. Сейчас у любого нового продукта жизненный цикл сведен от 6 до 9 месяцев. У любого продукта. У автомобиля тоже? Совершенно правильно. Новые автомобили. Рестайлинг модели выходит через сколько? Через два года. А этот автомобиль, он стоит несколько миллионов. Тот же Land Cruiser, тот же Mercedes, неважно. Если в начале 19 века у велосипеда, у велосипеда, матраса, что производилось, 19 лет был жизненный цикл. То есть сейчас сама жизнь нас вынуждает подкидывать, внешняя среда нам подкидывает либо проблемы, либо возможности. И чтобы соответствовать этим изменениям, компании были вынуждены идти на развитие. А развитие лучше всего делать с помощью проектного управления. То есть за институты развития внутри организации лучше всего отвечает проектное управление. Поэтому это очень легко перенести и на органы государственной власти, и на органы муниципалитета, так как у нас и внутри органов стоят задачи по развитию. По улучшению инвест-климата, по улучшению качества жизни, по сокращению очереди в детские сады, в школьные учреждения. Это все проекты, которые необходимо делать таким же структурированным способом, каким где-то делается изначально в бизнесе, в военном деле. Потом все это перенеслось в государственную. То есть регион рассматривается как некая большая компания, перед которой стоят определенные задачи не оказаться на дне рынка, а через данное количество людей. Конечно. И плюс, если когда мы говорим о государственных органах, то это строго линейная функциональность. У каждого своего министерства, департамента есть своя линейная подчиненность. И что таить, по-моему, среди министерств есть какая-то конкуренция, я как чувствую. Не совсем легко не срабатывается. Вот проектное управление, как сказал Роман Александрович, оно позволит именно создавать временные командные структуры, которые будут направлены на решение одной конкретной цели. И за достижение этой цели будет отвечать один человек, один человек как руководитель проекта. То есть этот руководитель проекта будет... Все, начинай въезжать. То есть это как некая мобильная группа, допустим, как, к примеру, у нас у продюсеров, которая говорит, вот перед вами стоит задача, допустим, отпраздновать Игры Мончара. К примеру. И подключая специалистов всех уровней. Муниципального, Минспорта, Минсельхоза, я не знаю кто, Минтранспорта и так далее. Многие, наверное, знают матричную форму организации. Бывает организация матричная сама, структура организации. Так вот, в проектном менеджменте существует матричная форма организации, именно самой структуры проекта. То есть это означает кросс-функциональность. Мы можем из разных функциональных подразделений, это могут быть разные министерства, разные департаменты, могут быть и иные предприятия, из народного хозяйства, вовлечь в один проект, назначить волевым решением руководителя проекта, и делегировать на него полномочия, руководить этими людьми в рамках этого проекта. И он будет отвечать за исполнение этого проекта. То есть проектное управление дает возможность четко проследить, кто за что отвечает, кто работает, кто нет, и когда будет достигнут этот результат, и сколько это стоило. Я понял. Олег Олегович Марков, дорогой мой руководитель непосредственно, я понимаю, что реализуя проект «Весна на МВК», мы четко, не в четко, а в каких-то моментах, придерживаемся правил проектного управления, с чем мы вас и поздравляем. На самом деле, я говорю еще раз, давайте спроекцируем на ИСЭХ Ланхо, ну, не на ИСЭХ Ланхо, на Игры Мончара, но ИСЭХ Ланхо тоже не исключение. Не исключение абсолютно, это же проект. Проект, задача стоит нормально, без аксессуров и так далее, провести массовые мероприятия, куда съедется там энное количество жителей. Давайте я тут один нюанс внесу, проект это должно быть уникальное мероприятие, то есть если мы каждый день будем проводить этот ИСЭХ, это уже не будет проект. Нет, конечно, у них же периодичность раз сколько? Четыре года. Раз в четыре года. Давайте вот представители Игр Мончара, вот как вы видите, насколько это может быть эффективно, в том плане, что вот игры, проводимые раз в четыре года, провести на достойном уровне? Ну, во-первых, что мне понравилось, мы уже внедряем это и специалисты всех отраслей, Минтранс, Министерство образования, Министерство молодежи, там вовлечены различные министерства и ведомства. Чем мне понравился этот проект, тем, что видишь всех, кто за что отвечает, и каждый видит тебя. Это мы видим полностью работу каждого в этом проекте. Там у всех распределены роли, между ними поставлены связи, и мы видим, от какого органа государственной власти, исполнительной власти, зависит наш результат на определенном уровне. Например, это, конечно же, социальная сфера, и строительство объектов, это Министерство строительства. Все вовлечены в этот проект, и все видят, у кого какие конечные результаты должны быть. И каждый может позвонить или сказать, или даже в этом проекте сообщить, что от того, что вы задерживаете, задерживается наша работа, допустим. И каждый отчитывается, вот что хорошо видно, это виден конечный результат каждого запланированного направления. Провалили или нет определенный этап? Ну, вот он, скажем, критерий, да? Дело в том, что мы-то уже на этапе завершения, скажем так, да, пока у нас идет как шло, пока мы еще ничего не провалили. Все по плану. Так как определенный опыт у всех министерств и ведомств есть в этом направлении, поэтому многие уже заранее, многие пункты по плану нашего проекта уже выполнены. То есть можно смело говорить, то есть существовали, да и существуют сейчас, скажем, межведомственные какие-то барьеры, препоны, нестыковки и так далее, и так далее. С внедрением проектного управления этих моментов должно стать на порядок, на два меньше. Да, потому что команда проекта должна быть, должна управляться под одним лидером. Именно не только, как сейчас делается на, скажем так, стратегическом уровне проекта, на его там верхний уровень, да, то есть когда проект контролируется раз в месяц на уровне там преда правительства, а речь идет именно о самой команде, которая реально весь проект исполняет. Вот у них есть свои начальники в каждом министерстве и ведомстве свои, кто платит на зарплату, кто отпускает их в отпуск. Все зависит как бы от них. А тут еще возникает ситуация двойного подчинения. Во! Вот это я хотел сказать. А у них в головах-то не путается ничего? Как раз таки эта система, она позволяет отрегулировать эти вопросы. То есть заключаются энные документы, регламенты в рамках проекта, когда абсолютно есть понимание, насколько тот или иной министр отпускает своего человека в какой-то проект, зачем он его отпускает, на какое количество часов, что конкретно он должен выполнить, какую задачу, что будет ему за это вообще, в принципе, этому служащему, за то, что он там участвует. И что он должен выполнить, этот министр, если он там свою миссию провалит. Соответственно, у руководителя проекта появляется властная неполномочия. Если по каким-то причинам этот делегированный сотрудник не выполняет команды руководителя проекта, не в срок это исполняет, то тогда руководитель проекта может поставить какие-то там низкие баллы ему, и, соответственно, его непосредственный работодатель обязан будет провести какую-то дисциплинарную проверку, либо, наоборот, по итогам завершения, допустим, этого проекта, наоборот, его поблагодарить каким-то образом. Есть разные меры материального и нематериального стимулирования, но, тем не менее, должны появляться именно эти механизмы. Потому что управляемость, она появляется только тогда, когда появляется влияние. То есть, министерства и ведомства различной направленности это своего рода коллекция специалистов различного уровня, которые время от времени делегируются на различных уровнях, на различный проект. Да, раньше это были реализации различных проектов. Сейчас это рабочие группы. Но рабочие группы, как бы там в основном, каждый член рабочей группы отвечает сам за себя и отвечает перед самым высоким человеком. А самый высокий человек, он не успевает иногда просто оперативно управлять. То есть, иными словами, он не проводит планировки каждую неделю. Он не собирает, значит, руководителей рабочих групп хотя бы каждые две недели. Может быть, раз в месяц. Да, слава богу. А проектом-то надо управлять каждый раз. Мало ли, что каждый день может появиться. Какие-то риски, какие-то проблемы. То есть, какая-то работа задержалась, какое-то министерство что-то задерживает, надо же на это влиять. Не постоянно же зампреда, либо председатель правительства беспокоит из-за каждого чиха. Либо разбираться, допустим, на этой рабочей группе, которую возглавляет очень высокий человек. Зачем? Вот как раз-таки внедряется проект на управление для того, чтобы операционно управлять в низах и на линейном уровне всеми вот этими мероприятиями в госпрограмме. Чтобы они не отставали, чтобы они успевали реализовываться очень быстро и в срок. И повышалась управляемость. Одним из инфоповодов, чтобы сегодня собрать вас всех, был материал ВИСЯ по внедрению на муниципальном уровне. Вот человек представляет муниципалитет, Ангенский УЛУС. Вы проходите, я так понял, обучение. Вот Ваше видение такое, как человека с местов? Да, мы уже, вот, Евгений Николаевич нам проводил со своей командой два дня, в понедельник-вторник занятия. И мы поняли, что это не из области сказок, а вот, которые каждый день мы видим. По идее, примеры, это успешные бизнесмены, да, это готовые вот эти проекты, управления. И применимо к нам, я так подумал, вот, они, наверное, подтвердят, что мы уже ожидаем, как бы, после госучреждения сказали, да, ну, государственная форма, там, муниципалитет нам пойдет, но мы уже ожидаем от этого. И я так понял, что у нас, ну, как бы, внезапно разрабатывается, вот, программа СЕР, да, социально-экономическое развитие, и у нас, как бы, мероприятия не идут, мероприятия как. Мы сейчас так поняли, что мы уже будем действовать, как бы, паспорта делать уже к своим правилам. Не мероприятия, а как проекты уже. Уже проекты. Да, уже проекты. И уже это надо внедрять, и это уже скажется на бюджете, чем более у нас бюджета не хватает, и, как всегда, у нас постоянно поджимаются руки. И вот, нам бы это очень помогло. Если я ошибаюсь, поправьте меня. То есть, в Ангинском улусе стоит задача построить школу. Это проект, да, допустим. Выделяется, муниципалитет выделяет свои специалисты. Вот ты, Петрович, будешь курировать то-то, ты завоз материалов, там, и так далее. А если не хватает, давайте мы обратимся к соответствующему министерству и ведомству, которое поможет специалистами. Так. Ну, сначала не так. Сначала надо понять, а зачем мы вообще строим школу? То есть... Ну, население растет. У них благоустройство, разъединяюсь, население стало думать, а зачем мне переезжать в город ради теплого туалета, если теплый туалет можно построить здесь? Ну, и... Значит, да. Сколу надо строить для чего? Для того, чтобы понять, как бы, да, то есть, какая у нас есть проблема, или какая-то у нас есть возможность, как сказал Евгений. То есть, и это первое, да. И каких показателей, если ставились цели, допустим, есть цели в государственных программах, там действительно есть задача стратегического уровня построить определенное какое-то количество скол. Посчитали, посмотрели, что не хватает, допустим, действительно переполненных классов, да, то есть, и необходимо больше скол. Если действительно эта проблема была видна, ее запланировали в государственной программе, тогда понятно, зачем этот проект мы реализуем. То есть, уже где-то это запланировано. Если мы решили построить какой-то объект, который непонятно, какие цели государственные, наши государственные задачи решает, то как раз-таки от этого проекта надо отказываться. Я понял, что очень важна инициатива. 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 И, соответственно, госпрограммы, они строятся разного типа, да. То есть, иногда инициатива идет снизу, да. То есть, мы делаем копилку проектов, эта копилка проектов, она обрисовывает нам госпрограмму. А иногда, как бы, государственные программы, они, как Минэкономики объясняют, они смотрят действующий прогноз развития экономики, и уже госпрограмму навязывают сверху. И потом мы понимаем, куда нам надо идти, и под них уже придумываем мероприятие. Они оба оправданы, то есть, исходящие снизу? Вот проектный подход позволит нам государственные программы и планировать, да, то есть, в основном снизу. И мы будем смотреть, какие у нас есть возможности на будущее, да, для того, чтобы... Какие у нас есть ресурсы, какие еще есть здравые проекты и предложения, и, исходя из того, что у нас есть, мы поймем, каких целей мы можем достичь. Потому что госпрограммы же, они могут, исходя из текущего прогноза, быть не настолько амбициозной, а ситуация-то в жизни всегда меняется. Сегодня у нас есть одни ресурсы и одни деньги, одни проекты, одни мероприятия. Потом появляются более эффективные. И одни мероприятия можно заменить на другие мероприятия. И вот эта вот инициатива снизу, она таки позволит перестроить государственные и муниципальные программы. Когда те мероприятия, которые были сначала придуманы, взамен них мы найдем какие-то более экономные, более качественные проекты, которые эти цели достигнут намного быстрее и намного дешевле. Вот это вот процесс. Вы как бизнес-тренер говорите, на самом деле. Я не знаю, хорошо это или плохо, но при моем особом отношении ко всякого рода сетевым компаниям и так далее, это, наверное, слегка не... Давайте я перейду, выкину свой елейный тон, да, как это хорошо и так далее. Есть мнение, что проектное управление это очередная блажь чиновников. Сидят, доказывают свою неэффективность, теперь решили доказать свою неэффективность на очередном уровне. Развергните, опровергните вот это. Я как раз таки могу по определению проектного управления развеять это мнение, потому что как раз таки проектное управление будет выявлять неэффективных чиновников, неэффективных людей, управленцев, которые занимаются своей деятельностью неэффективно. Это будет прямой инструмент, который будет показательно, на отчете будет видно, как человек был вовлечен, как включен и как он достиг своих ключевых показателей эффективности. Поэтому очевидно то, что есть класс людей, класс такой серьезный, который будет противиться внедрению проектного управления. Потому что люди насидели свое место, привыкли к какому-то операционному процессу и за счет других людей что-то делать. А здесь именно будет видно в проектном управлении именно вовлечение каждого человека конкретного к определенной задаче. В основе проектного управления лежит метод декомпозиции, метод разбиения большой задачи на маленькие составные операции. То есть и каждая эта элементарная операция закрепляется за определенным ответственным человеком, то есть исполнителем. И в результате этого у человека, который видит ситуацию всю, у него появляется картина того, кто как работал. Поэтому как раз таки в этом плане это не блач. А кого будут назначать вот эти суперадмины, скажем так? Руководителями проектов? Да. Я бы, наверное, поправил немного здесь. Для того, что есть несколько ролей в проектах. Есть руководители проектов. Они не только у нас суперадмины. Они у нас суперответственные. То есть ответственность, она не размывается уже между ведомствами. А конкретно один человек, отвечая за то, что он показатель вот этой госпрограммы дотащит. Вот он отвечает. Разделяет ответственность с ним куратор. Куратор это уже более высокий человек, министр, либо запрет правительства, который обеспечивает проекты ресурсами. Как они появляются, эти люди, отвечая на ваш вопрос? Разначаются. Они избираются, да, то есть инициаторами, они предлагаются инициаторами. Что вот у нас есть какой-то орговик, пусть даже он как бы не совсем может быть сильный в предмете, но у него есть команда. И он может все организовать. Он как вот, вот он будущий там генеральный директор, но он сейчас тащит этот проект и эту команду. И главное требование вот именно нашего департамента в том, чтобы эти люди должны быть обучены тем методам и методикам управления. И управление командами, управлением рисками проекта. То есть очень много на самом деле, это целая наука управлять как бы временным предприятием, просчитывать временные риски. Это целая система, есть алгоритмы и компьютерные программы, которые позволяют это все выстроить и сделать. И вот мы будем прокачивать этих людей в высшей школе инновационного менеджмента, с лучшими специалистами в профессиональной сфере проектного управления. И весь 2017 год мы будем этим заниматься. Мы будем обучать государственных служащих, мы будем обучать муниципальных служащих. И самое главное, что это не значит, что каждый чиновник у нас станет менеджером проекта. Не так. У нас в каждом муниципалитете, в каждом органе власти будут наши клоны или как аналоги нашего департамента. То есть люди, которые мыслят так же, как вы. Да, да. Это люди, которые будут, скажем так, наш департамент это как центральный проектный офис, скажем так. Наша задача как бы, да, то есть внедрять, обучать, создавать систему, то есть и определять полностью госполитику. В каждом министерстве будут 2-3 человека, которые похожи на нас. И они будут помогать государственным служащим, значит, структурировать эти проекты, генерировать, как их выстраивать, контролировать эти проекты. И также парочка профессионалов мы создадим в муниципалитетах. Таким образом система будет работать. Люди там на государственные муниципальные службы могут приходить и уходить, да, то есть. Но всегда будет центр компетенции. В каждом ведомстве, в каждом муниципалитете будет вот эта вот группа профов, которые будут помогать это все тащить. Обязательно будет. Но этого мало. Также, естественно, саму команду, руководители проектов, кураторы проектов, те, кто будут именно реализовать эти проекты, их тоже надо обучить. Чтобы они понимали, что они делают и как они делают. Вы говорите много о ведомствах и так же много говорите о улучшении инвест-климата. Вот представитель как раз ведомства, которое отвечает, по воле случая, отвечает за улучшение инвест-климата как раз. То есть вы тот самый вот человек, который думает, как они, да? По большей части, да, конечно. Тут важно сказать, я не слышал этого слова, да, может быть, просто прослушал, погрузить в смысле. Межведомственное, межуровневое, уровневое взаимодействие. Вот это очень важно, да, почему? Потому что все эти проекты объединяют какие-то определенные проблемы, которые в результате должны решиться. Например, то проект, который был выбран, инициаторами выступили мы, Министерство инвестиционного развития, это мобильный эквайринг. Суть его очень проста, это прием платежей через специальное мобильное устройство, которое подключено к сотовому телефону, ну, смартфону, скажем так, да. Но внедрение этого проекта, в принципе, решает, то есть внедрение этого проекта решает ряд задач. Давайте перейдем к иллюстрациям по поводу вашего проекта. Сразу после рекламной паузы, которая опять же неизбежна. Ну, немножко, да, прервемся на рекламу, дадим перезагрузить своим мозгам, но продолжим наше влияние сразу после нее. И мы переходим к завершающей части программы «Один из нас», где один из нас в моем лице решил все-таки озаботиться, что есть такое проектное управление. Но прежде чем перейдем к определению, вот Евгений подсказал, что жужжим, жужжим, но не дали ведь определение, что такое проект. Давайте все-таки инвестор развития и его проекты в качестве иллюстрации того, что департамент проектного управления насаждает, ну, не насаждает, а воспитывает своих людей в министерстве. Давайте мы продолжим. Ну, да, здесь важно сказать о том, что проекты рождаются, исходя из какой-то проблематики, да, из какой-то проблемы. На сегодняшний день существует проблема, например, в муниципальных районах оборота наличных средств. На сегодняшний день, как всем, в принципе, известно, Сбербанк в части своих филиалов закрывает, да, в связи с тем, чтобы, как это сейчас говорится, оптимизирует расходы на содержание своих пост-точек, скажем так, да, и своих терминалов. Понятное дело, это очень дорого. Надо восполнять. Конечно, да. Учитывая тот момент, что сегодня зарплату, например, бюджетные работники получают на карту, снять эти деньги или каким-то образом расплатиться, да, использовать их в электронном виде, не представляется возможным. Почему? Потому что не хватает каналов связи, то есть не везде есть связь, соответственно, не везде есть вот эти вот терминалы, повторюсь, да, поэтому вот тот проект, который родился у нас, мобильный эквайринг, прием платежей вот с помощью специальных пост-терминалов, они там различные есть, то есть не зацикливаемся на каком-то конкретном, да, они призваны решить эту проблему. Каким образом? Во-первых, мы Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, мы создаем условия предпринимателям, да, для их работы. Мы, возможно, будем субсидировать вот приобретение вот этих терминалов для предпринимателей. Предприниматели будут, приобретут возможность принимать платежи по картам, безналичным расчетам, да, то есть и в результате клиент, ну, конечный пользователь скажет, получится возможность рассчитываться, вот, и тратить эту же зарплату в магазинах на те же нужды, на все то, что необходимо. Вот это и есть улучшение инвестклимата. Мне тут знакомые, которые в банке работают, говорят, что здесь система безналов, расчетов там и так далее. Я заметил, кстати, что вообще в речи у Романа и так далее присутствует очень много банковских терминов. Наверное, банки начали первые применять проектное управление, как одни из самых продвинутых вообще систем образования каких-то. Я извиняюсь, что перебиваю. Все-таки... Да, ну тут я хотел бы дополнить, почему? Потому что проблематика достаточно расширенная. Почему? Потому что, во-первых, сезонность дорог. У нас сейчас как происходит? Например, голова или какой-то, как говорится, тайон собирается в районный центр, все об этом, вся деревня знает, собирают, значит, все карточки, пишется тетрадка, в которой указываются данные, значит, пин-код и так далее. Значит, этот тайон вложит это в сумочку, подмышечку, может быть, в барсетку, едет в районный центр и начинает опустошать терминалы. Банкоматы, да. Банкоматы. Соответственно, тут проблема какая? Проблема, в первую очередь, безопасности. Ну, никто не даст гарантии, что кто-то может воспользоваться таким моментом, да. То есть, плюс сезонность. То есть, опять же, в период бездорожья даже таким способом не будет возможности обналичить средства. Вот. Плюс ко всему решается вопрос из тени. Мы выходим из тени, предприниматели выходят из тени. Почему? Потому что они показывают свои обороты, они платят налоги. Есть, конечно, еще дополнительные такие риски, да, которые вот выплывают из исходящей. Это, например, амбарная книга. Никуда она не девалась и людей перенастроить, перенаправить. Процветает амбарная книга, процветает далекие деревья. Да, это выгодно всем в принципе, да, но мы же хотим развиваться, мы хотим создавать условия. Мы хотим жить в 21 веке. Мы хотим жить, да, в 21 веке, в веке информатизации. Соответственно, конечно, хотелось бы пользоваться всеми благами, которые существуют. В том числе и, скажем, одних из разработок Министерства инвестиционного развития и предпринимательства. Я, кстати, знаком с этой системой, освещал даже свое время. И все-таки, Евгений, давайте в конце. У нас дурацко так получилось, мы жужжали 52 минуты, жужжали. А можно перед тем, как вот... Да, перейти к определению? Вот то, что по информатизации, здесь не зря постоять и все-таки что-то сказать. Все-таки людям было бы интересно, вот мы очень много сказали, прозрачность, необходимость, декомпозиция работ, где это все будет делаться. Одним из ключевых компонентов проектного управления это информатизация является. То есть у нас будет определенная информационная система. Зачем она нужна? Это для того, чтобы наши сотрудники, руководители проектов, исполнители, подрядчики и так далее, они все работали в ней. То есть все забивали определенную информацию, кто исполняет какие работы. То есть происходит разложение по полочкам определенным. И здесь появляется прозрачность. Мы даем это прозрачность для кого? Для самого руководителя проекта, для куратора проекта, для руководства республики. Допустим, Егор Афанасьевич или председатель правительства, они смогут в любой проект, либо с верхнего уровня посмотреть на все проекты. То есть мы сделаем определенный аналитический модуль, где красненькие лампочки будут загораться, и он сможет узнать, какой проект сейчас у него есть риск, угроза выхода из-под контроля. И он проваливается в этот проект, нажимает. И он может зайти до той глубины, дойти до исполнителя, какого-то подрядчика, исполнителя, муниципалитетеля, государственной власти, кто тормозит этот процесс. Вот эта прозрачность обеспечивается. Вот это повысит намного эффективность реализации в целом проекта. Ну и в будущем мы планируем все равно показать это народу, людям, чтобы они видели, как реализуется проект. То есть мы такую идею преследуем тоже. То есть отчеты правительства, они станут как бы не нужны, да? При достаточном внедрении, скажем, вот этой прозрачности. Я так не скажу, что они не нужны, да, но открытость органов повысится намного. То есть любой, допустим, любой житель республики населенный парень, девушка проходит и спросить, как реализуется, допустим, определенный проект по организации «Дети Азии», да вот, сейчас здесь в реальном времени никто не скажет, какие там проблемы. Может, ему интересно, может, он должен знать об этом. То есть какие у него проблемы, какой сейчас статус идет и так далее. Но это в основном нужно для руководителей проектов, для руководства, чтобы решать проблемы, риски, чтобы не допустить краха проекта. Ну вот как бы в двух словах. Все-таки, да. Пример Олимпиады, кстати. Все-таки, Евгений, давайте вот определение. Все-таки, что есть? Еще раз, я допускал. Я говорил, что для многих обывателей проект – это целая папка документов, которая, ну, технического плана обычно. А в вашем понимании проект – это что? Ну, это не в моем понимании, это в понимании проектного менеджмента. Проект – это комплекс взаимосвязанных работ, направленный на достижение уникального результата в условиях ресурсных ограничений. Это обязательно ограниченное по времени мероприятие. То есть оно имеет начало и конец. В этом-то и отличие ее от операционного вида деятельности. То есть вы говорите, нужен ли будет отчет правительства. Он, безусловно, будет нужен, потому что у правительства, помимо проектов, остается операционная деятельность. Операционная деятельность направлена на поддержание функций, на поддержание работы системы. А проектная направлена на улучшение показателей системы. То есть они взаимосвязаны. То есть мы, улучшив какой-то показатель системы, уменьшив уровень безработицы, передадим ее обратно в операционное управление. Но ведь нынешние отчеты правительства как раз проходят как отчеты по неким проектам. Должны были построить котельную? Построили или провалили? Должны были построить детский сад? Идет строительство силами того-то и так далее. Вот понятно. А вот операционная деятельность, как вы говорите, она же скучная вещь. Она не скучная, она нужная вещь. Она нужная, для кого-то скучная, для кого-то нет. То есть тут же отличие людей. Мы же все разные. Для кого-то быть проектным менеджером интересно, для кого-то это немыслимо. Соответственно, для кого-то это скучно, для кого-то нет. Вот иллюстрация в рекламной паузе прозвучала от представителей муниципалитета. Насчет добрых дел. Строительство, вот давайте. Да, вот движение добрых дел начиналось, когда была разруха. От нехватки средств, именно чтобы лучшее состояние, помочь селу. И вот сперва были ошибки, например, да, средств мало было, строились плохого качества объекты. А сейчас на какой уровень вышло? Я считаю, это успешный проект, пример. Реализованный в масштабах всей республики. Да, как бы сказать, для проектного управления. Но изначально это, скажем так, из определенного количества локальных строек, социальных объектов. Которые исходили снизу, скажем так. И завершение нашего разговора. Все-таки спасибо вам огромное за то, что мою загруженную очень голову внесли, ну, по крайней мере, как расставили некоторые вещи по полочкам. То есть я сейчас, читая ИСЯ, там, очередную фразу про проектное управление, я, по крайней мере, буду вникать в смысл. Я думаю, что если энному, допустим, шести человекам после нашего, скажем, стояния стало больше понятно вот это вот выражение проектного управления, я думаю, что мы свою задачу выполнили. Постояли не просто так, да, а донесли до шести, по крайней мере, человек, которые донесут еще шести людям на своем языке, на своем родном. Так что, а факт того, что проектное управление, это, конечно, вот, говорите, мировая фишка, да, все ведущие представители мировой экономики используют проектное управление. Это, конечно, можно вычитать в любом, скажем, интернет-сайте. Ой, да мы продвинутые, да у нас проектный офис такой, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо всем, и особенно представителям и муниципалитетов, и вот тех вот проектов, которые в рамках ведомства уже работают. Мы все будем ждать того, чтобы на муниципальном уровне это тоже с успехом внедрилось. Спасибо.